Программа предназначена для аудитории от 16 лет. 11.06 в Кирове. Сегодня среда и дневной разворот и его рубрика «Разворот на бизнес». Партнер программы «Разворот на бизнес» Кировский завод «Сельмаш». Вас приветствует ведущая «Разворот на бизнес» Светлана Занько. И Владимир Сметанин. Добрый день, здравствуйте. Сегодня 14 декабря. Я так понимаю, что следующий «Разворот на бизнес» у нас будет выходить прямо-таки накануне Нового года. Да, 28-го числа. Традиционно. Традиционно. Мы с тобой еще 31-го работали. Нет, мы с Олегом Прохоренко работали в «Развороте на бизнес» 31-го числа. В этом году 31-го – это суббота. Нам еще предстоит подумать, будем мы не будем работать. Но так или иначе, 28-го числа «Разворот на бизнес», я так понимаю, будет. Предлагаю вот эту тему Деда Мороза не затронуть. Фабрика Дедов Морозов. Новогодний праздник как бизнес. Сколько они зарабатывают? Ты знаешь, у нас вообще-то в этом году «Разворот на бизнес» посвящен промышленности Кировской области. А, Дед Морозов? Мне будет сложно связать эти темы. Это не промышленность. Мы можем специалистов и Дедов Морозов с промышленных предприятий пригласить. На самом деле, сегодняшний «Разворот на бизнес» у нас будет наипрямейшее отношение к Новому году иметь. Это правда. Практически символ Нового года. Салат оливье. Конечно. Сельд под шубой. Дамы и господа, чем вы это все будете заправлять? 211-101. Так и хочется сказать. Звоните и рассказывайте. На самом деле, мы, конечно же, намекаем на то, что у нас сегодня речь пойдет о производственном холдинге «Здраво». История перспективы развития, как всегда. Напоминаю, что в народе называется это предприятие «Маргаринкой». И здесь представитель этого предприятия, генеральный директор производственного холдинга «Здраво» Владимир Васильевич Савиных. Владимир Васильевич, здрасте. Добрый день. Добрый день. Ну, не зря я назвала на самом деле номер телефона 211-101. Надо сказать, что, во-первых, производственному холдингу «Здраво» в этом году 5 лет. Несмотря на то, что Маргариновый завод 69-го года рождение. Ну, не рождение, не запуска, но начало строительства. Начало строительства, да. Это длинная история. И я призываю тех, кто работал, имел отношение к этому холдингу или сейчас работает. Предновогодний, правда, такой период. Звоните, поздравляйте, передавайте приветы. Я передаю привет своим родителям. Оба трудились на заводе «Здраво». Папа после того, как вышел в отставку. Мама с самого начала, как только мы переехали в Киров. Так что это и мой тоже сегодня эфир. По имени и непосредственное отношение. 211-101. Пожалуйста. Ну и все эти годы предприятие находится на одном и том же месте, да? На одном и том же месте. Московская 112. Да. Адрес неизменный. Ну, в первом части мы хотим поговорить все-таки об истории предприятия, о том, как оно развивалось, какое оборудование появлялось, какая продукция и так далее. Второй час мы посвятим современному состоянию. Ой, там есть что рассказать. Да, холдинга. Очень много всего интересного. Ну, кое-что мы почерпнули на вашем официальном сайте. Ну, сегодня вот хотим такой устроить подробный разговор с вашим участием. Давайте начнем с истории. 69-й год. Начало строительства. Да, конечно, я в этот момент еще не работал на предприятии. Я заканчивал как наше учебное заведение. Но, если судить об истории, это было принято решение в рамках строительства савнархоза в то время, в советское время. Строительство ряда крупных предприятий пищевых. Вот, в том числе, в их ряду, это конеческий комбинат, спидзавод, хлебозавод и маргариновый завод. Как раз площадка была выбрана вот на том месте, Московская 112. Они все концентрировались там? В то время планировалось, да, чтобы был это единый должен объект, который должен быть под единым руководством. Но потом судьба изменилась, и политическая ситуация изменилась, и экономика стала диктовать свои требования. Поэтому каждое предприятие стало самостоятельным. Так и возник в 73-м году, был запущен официально Кировский маргариновый завод. Ну, нам надо понимать, что это такой элемент безопасности, да, национальный, когда продукты питания производятся вот именно здесь, в одном месте, обеспечивают близлежащую территорию и областной центром, да? Да, конечно, завод строился с таким расчетом, чтобы он обеспечил не только Кировскую область, но и все северные районы. В то время располагалась, экономика была, как мы помним, плановой, и как раз планировалось, что завод в Кирове обеспечит не только Кировскую область, но и Коми, Вологду, Архангельскую область. То есть те северные районы, которые максимально примыкали к территории города Кировой области. В 73-м году первой продукцией завода был кулинарный жир сала растительный и маргарин столовый. Давайте вспомним эти времена, 70-е. Как это по-родному звучит, да, по-советски. Да, появились вот эти продукты, заменители масла, да, по факту, которые позволяли хозяйкам, экономя средства, готовить качественную еду на абсолютно 100% природном продукте. Конечно, молодежи это сложно было представить тогда, когда в чем-то выпускалось. Но, во-первых, этот продукт был выпущен в бочках. Сразу бочки, такие 100-литровые бочки, в которых фасовался жир кулинарный и жир кондитерский. То есть один это был больше направление свиной, а второй говяжий жир. И вот этот продукт, самый первый, который прошел аттестацию, который был принят Госкомиссией 30 октября, он поступил на прилавок. Потом в дальнейшем, конечно, развивалась уже фасовка для населения. То есть это была фасовка, фасовочная линия, конечно, очень непроизводительная. Была упаковка такая, фольга. Упаковывают фольгу 200-250 грамм. И вот эти уже в фольге упаковка поступало на прилавки в магазинах, то, что видели и кировщане, и жители от регионов. А упаковка где изготавливалась? Здесь же посредством? Нет, в то время бумажекомбинаты направляли упаковку, мы только фасовали. То есть сама технология была, приготовление вот этого жиров и маргаринов, изготовление уже конечной смеси и расфасовку, вот такие брикеты 200-250 граммовые. А сырье, свиное сало? Поступало, но с мясокомбинатов не только Кировской области, но и соседних регионов. Это была та база, которая обеспечила начало работы. Тем более, надо понимать, что в начале пуска завода были объемы очень небольшие. Это уже потом, когда база стала наращиваться, рынки стали расти, тогда уже расширялась география поставок. На сайте указано, что предполагаемая мощность была 20 тысяч тонн маргариновой и 2500 тонн майонезной продукции. В год, вот если сопоставить с сегодняшним выходом продукции. Это вообще ничтожная цифра. Я скажу так, что, конечно, майонезная продукция появилась позже, она появилась года через три. Вначале было только маргариновое направление. И если говорить по мощностям, то в самый пиковый период, это, если не ошибаюсь, 89-й год, мы производили 44 тысячи тонн маргарина в год. Только одного маргарина. Это, по сути дела, каждый день у нас с предприятия уходила мехсекция, потому что в основном доставка была в то время не автотранспортом. Дороги не так были развиты. Мы тоже, ветераны помнят, что из Кировской области было сложно выехать куда-то бы. Прекрасно. Я помню еще, как было сложно. В основном это железнодорожным транспортом, поэтому максимальные такие производства. Поэтому для нас рекорды, мы даже в то время отмечали наших производственников, когда люди делали 220 тонн в сутки, это, конечно, была огромная производственная мощность. А с чем это было связано? Всплеск именно в эти годы? Ну, во-первых, спрос был, да. Потребность была все-таки в данных продуктов. Продукты были, как бы мы ни говорили сегодня, что маргарин-то вреден, это сегодня уже, так сказать, новое веяние наступает. В то время спрос был большой, население нуждалось, потому что мы не только в то время обеспечивали Кировскую область. У нас были одно время огромные поставки в Афганистан. Мы поставляли туда. То есть рынок тоже расширялся, выпускали и в Якутию. То есть рынок был востребован. Нам пора сделать небольшую паузу, прервемся ненадолго и скоро продолжим наш разговор. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Продолжается программа «Разворот на бизнес». Производственный холдинг «Здраво. Истории, перспективы предприятия». Здесь в студии Владимир Сметанин и Светлана Занько. Обеседуем мы с Владимиром Савинев, генеральным директором производственного холдинга «Здраво». И остановились до перерыва с Владимиром Васильевичем в 1973 году, когда запустилось производство, и завод стал производить сало растительное и маргарин столовой. Но не прошло там и двух лет, как запустился майонезный цех. Майонезный цех, и вот Валди Правильно начал программу. Майонез – это символ русского Нового года практически. В то ведь время, Владимир Васильевич, правильно я сказала, все компоненты были, как это сейчас называется? – Отечественное производство. – Отечественное и не химическое, а натуральное, да? Правильно? – Ну, не только тогда были. – Ну, мы перейдем к этому вопросу в этом году о качестве продукта. – Да, все было, конечно, натуральное. – Яйца, горчичный порошок, сухое молоко. – А вот не знаю, сухое или тогда было? – Сухое молоко, растительное масло. – Растительное масло, яичный порошок, горчица, уксус, соль, сахар. – То есть все компоненты, которые необходимы были для производства майонеза, классического майонеза, провансаль. – Он выпускался в стеклянной банке? – Он выпускался в стеклянной банке. Было два вида тогда, в то время провансаль и весна, о которой многие вспоминают. Он был с добавлением укропа и придавал определенный привкус продукту. – Вспоминают с любовью, вы имеете в виду? – Да, просят даже, почему нет весны. – Вы пока не выпускали. – Мы сказали укроп и на языке как-то ощущение на вкус укропа. – Почувствовал сразу. – На самом деле, кировский майонез провансаль, я еще помню, как возили, когда приезжали, уезжали в какой-то другой город в гости, и, по-моему, даже до сих пор возят майонез. – Вы правы. – Потому что у него абсолютно классический такой вкус того самого майонеза, который мы помним с детства. А увеличилось ли количество сотрудников в связи с запуском нового цеха? – На сегодня, если судить по тому времени, то, конечно, запуск любой линии требует при лечении новых людей. Это специалисты, которые готовили у нас Евдоково, Воронежская область училища, и наш комбинат молочного питания. Вот, конечно, людей добавлялось. То есть максимально у нас численность доходила в то время до 450 человек работало в то время. – А сейчас сколько всего? – Сегодня у нас около 350, чуть поменьше. – Если сравнивать с другими предприятиями, мы с Володей знаем, то там в разы и даже в десятки раз сокращение персонала по сравнению с советскими временами. У вас все-таки близкая к стабильному численность, я бы сказала. – Там численность, понимаете, от чего зависит. Если мы говорим об основном персонале, то есть тот, который занимается непосредственно на линиях, то здесь, конечно, численность сократилась существенно, потому что процессы стали максимально автоматизированы. Когда к нам приходят на производство с экскурсией, тот же рафинационный участок, они удивляются, как так на трех этажах работают три человека, огромной площади. Процесс полностью на 99% автоматизировано. Но остаются те процессы, которые нельзя автоматизировать. Те же водители, те же наладчики, слесаря, электрики, киповцы, персонал, работники, которые обслуживают контрольно-изменительные приборы и автоматику. То есть персонал, который необходим для поддержания даже те же грузчики. И там, конечно, тоже можно автоматизировать, поставить роботов, но это надо считать выгодно-невыгодно. Вот поэтому большая часть персонала относится именно к обеспечению основного производства. А стабильная была работа предприятия в эти годы 70-е, 80-е? То есть конкуренции в то время не было? Госзаказ какой-то был? Там, конечно, был заказ, была плановая экономика. Поэтому, чтобы не выполнить план, это надо было набраться мужества, скажем так. Поэтому, конечно, всегда стремились план, план, план. Соцсоревнования были? Было соцсоревнование, было хорошее, доброе соревнование. Оно было построено именно на честном отношении соревнования, но предусматривало не просто формальности какие-то, а люди стремились больше сделать. Мало того, что больше сделать, было же соревнование по внедрению усовершенствований каких-то. И любой человек от рабочего до мастера мог прийти и сказать, вот если мы усовершенствуем так-то процесс, и это внедрялось, если действительно эффективно, я забыла, как это называлось. Была рационализация. У нас должны были такие рационализаторы, которые своим лозунгом выдвигали, что моя заработная плата за счет распредложений. И эффект давала. Это же оплачивалось? Это оплачивалось, да. Но самое главное, это приносило, понимаете, что немалой степени морального удовлетворения. Человек делал то, что до него никто не мог придумать. Тем более, когда это касалось рабочего места, тем более работник знал свое рабочее место, и когда он предлагал что-то, что изменяло бы условия труда, это у него ее поднимало даже в собственных глазах. По поводу изобретений, кстати, Владимир Васильевич, в вашей биографии значатся пять изобретений. Вы являетесь автором чего? Со автором. Или со автором, да. Что это за изобретение? Ну, в свое время мы очень плотно работали с Кубанским государственным университетом. Там есть такая кафедра жиров. И, конечно, чтобы понимать, как происходят процессы технологические, я смею вас заявить, довольно-таки сложные. Те, кто бывает на экскурсиях, видят, что это за процессы. Пусть они закрыты, но понимание есть из-за оборудования. Поэтому, конечно, приходилось контактировать с наукой, и наука подсказывала нам, так сказать, отдельные решения, которые могли повлиять, в первую очередь, на качество продукции. Вот это на понимание самого продукта, потому что само подсолнечное масло – это не просто масло и все. Там много составляющих, которые, так сказать, содержат в себе данный продукт. Поэтому совместно с учеными мы подходили к вопросам разработки новых технологий, выделения так называемых фосфолипидов, которые тоже влияют на здоровье человека, апробация их в медицинских целях, апробация в медучреждениях. И, конечно, когда получились результаты, так сказать, мы это фиксировали, и они признавались изобретениями. Мы говорим сегодня о предприятии «Здраво». Здесь Владимир Савинэ, генеральный директор производственного холдинга «Здраво». 211-101, номер телефона прямого эфира. Звоните, пожалуйста, если вы сотрудник завода или работали, или работаете, можете поздравлять друг друга с тем, что Новый год надвигается, передавать приветы и задавать вопросы нашему эксперту 211-101. Ну вот, кстати говоря, 1975 год, как мы сказали, уже запуск майонезного цеха, а в 1976-м вы уже пришли на завод, да, сразу после учебного заведения. В 1976-1977. Седьмого года. 40 лет в этом году. Ну, можно считать, 40 лет. 40 лет в этом году. И 30 лет, как вы руководите предприятием. Да, цифры точные. Движемся дальше. Движемся дальше. Семидесятые, восьмидесятые годы. Стабильная экономика, заказ, рационализация. И вот мы подошли к 90-м. Движемся, 90-е годы сложнейшие, когда рынки рухнули, когда поставки напряженно шли, когда не хватало сырья. Как переживал 90-е годы наш маргариновый завод? Конечно, сама перестройка, она перетряхнула все. Потому что резкий переход от плановой экономики, когда тебя обеспечивали и заявками, поставками, куда конкретно, сколько, какого вида, и обеспечения сырьем. И когда-то все рухнуло. А тем более, мы немало сырье, само подсолнечное масло получали с Украины. Связи абсолютно были нарушены. Оно внесло полную дезорганизацию в работу производства. И, конечно, мы столкнулись с теми проблемами, которые никогда раньше не ощущали. Все. Начиная от снабженцев, кончая продажниками. Ну, естественно, я как руководитель предприятия. Мы, конечно, в объемах упали сразу резко. Но жить надо было. Искали нестандартные решения. Вплоть до того, что, как говорится, собирались коллективом, собрались инженерно-технические руководители, заместители. И планировали, куда кто едет, что сможет достать, как узнать, как говорится, за какую сумму. Тем более, тогда деньги, помните, инфляция была такая, что сегодня называют одну сумму, завтра нужно меняться на другую сумму. Поэтому такой поиск и самое главное желание защитить людей. Мы понимали, что сегодня в этой ситуации можно или выжить, или погибнуть. Вот, в общем-то, привело к тому, что, в общем-то, мы находили правильное решение. Были, конечно, и ошибки. От этого никто не застрахован. Но, во всяком случае, мы нашли те решения, которые позволили их вначале хотя бы стабилизировать, не довести до краха, потом немножко наращивать производство, искать новые решения, в том числе по новым видам продукции, искать решения технические, технологические. Ну и вот, в принципе, вот такая постоянная работа привела к тому, что сегодня мы есть то, кем есть. А какие новые виды продукции в это время, в 90-е, там, изобрелись? Ну, во-первых, несколько упал спрос на маргариновую саму продукцию. Почему? Ну, во-первых, рынок был открыт для зарубежных продуктов. Потекла, да. Да, вы помните, в Финляндии, виола и так далее. То есть жировые продукты. Помнишь, это масло рамы? Да, да, даже с Новой Зеландии возили. То есть рынок был заполнен продукцией, которая была, во-первых, она смотрелась великолепно. Упаковка блестящая, красивая, яркая, реклама и так далее. Конечно, в этой ситуации покупатели стали пробовать брать ее и в какой-то степени отказываться от нашей продукции. Но с течением времени пришло понимание о том, что все равно в каком регионе живешь, привыкаешь к каким-то вкусам. Вот пришло понимание того, что вкус наших продуктов, он все равно чем-то отличается. Он более, что ли, домашний. Поэтому это позволило несколько стабилизировать, скажем так, вот эту ситуацию с импортом. Это первое. Второе. Мы посмотрели на рынок майонезов. Мы понимали, что майонез востребован. Недаром сегодня на самом деле говорят, Новый год без майонеза, это не Новый год. И поэтому, когда мы проанализировали, мы поняли, что этот рынок довольно-таки безбрежный. То есть на сегодня мы можем выпускать не только классические жирности 67%, а и другой жирности, можем выпускать какими-то наполнителями. То есть пришло понимание, что сегодня разнообразить вот этот продукт под названием майонез можно очень широко. Вот мы пошли по новым упаковкам. Естественно, новая упаковка, это и новое оборудование. Значит, мы стали выходить на рынок, искать новое оборудование. То есть как раз была поставлена задача, вы поняли, что упаковка должна быть яркой, заметной. Это все 90-е. Это все 90-е. Это не в один год, это рассказывает история тех и многих лет. Оборудование, естественно, наше предприятие, к сожалению, не выпускалось, наше промышленное выпускало. Значит, мы обратили свое внимание на зарубежные рынки. Стали участвовать в выставках, кто что предлагает, искать по нормальному ценному сегменту. И, соответственно, приобретая оборудованием, мы приобретали в то время уже и импортные упаковочные материалы. На сегодня, кстати, опережая события, скажу так, что российская промышленность научилась выпускать материалы. И пленку, и упаковку, и колпачки, и так далее. То есть мы сегодня, по сути дела, не получаем из-за рубежа никаких упаковочных материалов. Все на нашем работаем. В то время это было не так. Импортозаместили, в общем. Да, на сегодня так. На сегодня так. Это можно прямо сказать. Недаром нам дали награду в этом году по грамоту импортозамещения. Да, безусловно. Горчица, смотрю, в 90-е годы тоже появилась. Горчица. В ассортименте. Да, потому что майонез сходит, горчица с одной частью. И мы подумали, а почему бы не делать горчицу? И когда стали делать пробные варки, она у нас получилась. И до сих пор она у нас получилась, я считаю. Недаром в прошлом году Демитровский завод, который берет у нас горчицу под свою торговую марку СТМ, она была признана лучшей горчицей России. И сегодня, недаром, как говорится, родился лозунг «Горчица вкусна до слез». Кстати, горчица, по-моему, она на сегодняшний день, это самая доступная приправа, по-моему. Она стоит недорого, очень недорого. Ну, я считаю, она и полезная, это тоже нельзя отрицать, как говорится. Но одно только то, что если сегодня выпускаем примерно 30 тонн горчицы в месяц, и она, естественно, расходится не на складах, лежит на прилавках, говорит о том, что продукт востребован. Я сейчас смотрю на фотографии на сайте здраво.ком, и у меня прям до боли знакомы цеха, потому что, когда мне было лет 14-15, в то время разрешили уже подросткам работать в летний период, я на маргариновом заводе работала. И прям смотрю и ностальгически вспоминаю. Если вы тоже что-то вспоминаете, такие истории своей жизни, звоните 211-101 и рассказывайте их. Итак, 90-е годы, переоборудование, выставки, новые продукты, поиск сырья, поиск рецептуры. Что было с коллективом в то время? По численности пришлось ли пройти через сокращение коллектива? Потом восстановление численности. Как это все было? Вы знаете, как-то у нас прошло более-менее гладко. В каком плане, значит, во-первых, косяк мы сохранили. Это самое главное и самое важное. Важно было кого сохранить? Технологов? И технологов, и специалистов. Потому что, понимаете, в каждом, даже сказал, есть основное производство. Там, понятно, очень сложно найти замену. Но и вспомогательные службы, там тоже довольно-таки замену сложно найти. Тот же киповец, как мы говорим, или наладчики. Это знать надо было это оборудование. Знать, как оно работает, какие проблемы могут возникнуть. Поэтому в основном мы косяк сохранили. Это, я считаю, самое главное достижение. Конечно, уходили люди, но это в основном уходили или те, кто не мог уже привыкнуть к новому подходу работы, или те, кто уже выходил на пенсию. Это вот эти люди. А так, я считаю, задачу сохранения коллектива, самого работоспособного костяка мы достигли. Вот эта история про... Мы сейчас уйдем, Дана, я уже поняла. Мы уже вплотную подходим к появлению бренда Здраво. Уже подходим к хронологии. Давай мы все-таки оставшиеся 13 минут после перерыва посвятим все-таки вопросам о персонале, о кадрах. Хорошо? Хорошо. Реклама, скоро вернемся. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Разворот на бизнес» в студии Владимир Сметанин и Светлана Занько. Мы говорим об истории и перспективах развития производственного холдинга «Здраво» и говорим об этом с Владимиром Савиных, генеральным директором холдинга. Мы хотели о кадровой политике поговорить. То, что уделяется в последнее время этому особого внимания, в частности, с опорным вузом, например, правительство региона подписало соглашение о подготовке кадров. Как у вас дела обстоят в настоящий момент? Кто кадры готовит? Сегодня испытываем кадры голод, я бы не сказал. Наоборот, в настоящее время, я считаю, мы достаточно хорошо укомплектовались. Персонал подобрался. Команды в каждом подразделении рабочие и работоспособные. Поэтому особо мы не испытываем такой проблемы. Возникают проблемы тогда, когда выходит тот единичный специалист. Ведь в чем еще наше предприятие? Когда крупное предприятие, и там, к примеру, находится 20 технологов, 15 инженеров той или иной квалификации, это одно, есть замена. Но когда у нас, например, сегодня в том же технологическом отделе работают три человека, и уход одного человека, это уже критично. Когда, скажем, два инженера электроники, которые знают отличное оборудование, и один из них уходит по той или иной причине, это уже тоже критично. Поэтому вот в этом может быть отличие наше от тех же крупных заводов, на которых работают тысячи человек или 1500 человек. Вот такой вопрос возникает. А так, подготовка кадров и, самое главное, адаптация их к современным условиям, она позволила то, что, как я уже сказал, я считаю, коллектив очень работоспособный, именно понимающий задачи и разделяющий ценности предприятия. Ваши работники, это выпускники наших учебных заведений, кировских? В основном, да. Ну, плюс, безусловно, еще некое обучение, когда приходит новое оборудование. Да, все равно нужно уметь с ним работать. Я имею в виду, здесь дело в том, что, когда приходит новое оборудование, люди, которые уже работают с предыдущим оборудованием, они уже понимают принцип работы этого оборудования, им много не надо времени для обучения. То есть, достаточно того, чтобы пройти небольшую стажировочку со специалистами и прийти на работу на новом оборудовании практически в очень короткий срок. Перспективы карьерного роста существуют у вас на предприятии? Ну, на вашем примере можно сказать, что существуют. Вот в то время, когда опускался завод, вот в 73-й год, был именно молодой весь костяк. И он рос вместе с заводом. То есть, те, кто были наладчиками, мастерами, технологами, они росли, росли, и они становились замдиректора и так далее. Ну, вот на сегодняшний момент получилась так ситуация, что лет 5-6 назад мы поняли, что, в общем-то, мы в какой-то степени пропустили период, когда надо было готовить смену достойную. А смена, чтобы не за год-два ее подготовить, а чтобы, скажем, лет за 5 хотя бы. Вот это немножко мы упустили. Но я думаю, так сказать, наша нормальная, хорошая кадровая политика привела к тому, что, понимая новых людей, мы, во-первых, очень тщательно подбираем людей. Не только с точки зрения, как специалиста, но с точки зрения, как психологической подготовки, как в команде может человек работать, насколько он контактен, потому что это в любом случае контакт с людьми. Вот, поэтому вот такая работа привела к тому, что люди, которые приходят, они, проходя определенную стажировку, проходя отбор, в общем-то, большая часть из них остается и вливаться в коллектив, и успешно работать дальше. Средний возраст у вас, коллектив, работников какой примерно? Я думаю, это где-то возраст 45-48. Но молодежь при этом тоже присутствует. Двадцатилетняя, тридцатилетняя. Двадцать, скажу, вряд ли, может, на рабочих местах. А вот те, которые отвечают за уже технологическую часть, отвечают, в общем-то, за качество продукции, я думаю, это уже тридцать, тридцать с небольшим. Какие имеют там льготы или какую социальную поддержку ваши работники? Что вы устраиваете, какие корпоративные мероприятия, вы говорите, корпоративный дух, да, в чем он заключается? Ну, конечно, поддержка нужна не только работающим. Например, мы всем работникам предприятия выдаем раз в месяц наборы нашей продукции. Даже пенсионерам, могу я сказать. Даже пенсионерам, да. Сто с лишним нас человек, пенсионеров, выдаем наборы продукции, чтобы они могли, так сказать, не испытывать соблазна, извините за вооружение, так сказать, взять... У конкурентов, что ли, попробовать. И поэтому мы выдаем такие продукты, которые вполне достаточны для семьи, для того, чтобы в месяц питаться продукцией. Во-первых, это пропаганда продуктов. Во-вторых, это позволяет нам получить даже обратную связь от своих работников, потому что любые какие-то нюансы, они лучше поймут, чем просто покупатель. Поэтому вот эта проблема. Конечно, мы оказываем тем, у кого возникает сложная жизненная ситуация, или в случае болезни, или чего-то еще, это обязательно помощь. Детский сад у нас, проблема, в принципе, решена. Никто у нас не остается без детского садика. У вас есть подшефный детский садик? Да, есть подшефный, да. В чем шефство заключается? Что за садик? Мы помогаем, во-первых, ремонтом помогаем. Помогаем им при необходимости техники, приобретения техники и оборудования. Это какой садик? Это у нас садик 159-й на Менделеево. Не на Менделеево, я на производстве. И школа есть подшефная? Ну, школа немножко сейчас, скажем так, чуть-чуть отношения у нас изменились. Мы больше сейчас работаем с Домом детского творчества. Вдохновение? Вдохновение, да. Очень хороший у них там коллектив, очень хороший руководитель, Пармон. И, конечно, здесь, я считаю, то, что мы видим, что дети — это будущее, в том числе будущее наших, также наши будущие, может быть, потенциальные работники, и понимая, какую они, в общем-то, несут на себе социальную ответственность, воспитать детей, не допустить, чтобы они по улице, а уже что-то впитали с детства. Это, конечно, заслужит большое уважение, поэтому мы помогали, помогаем, и, как мы заверили, будем всегда помогать. Но школу, по-моему, 21-й очень долго поддерживали. И серьезно очень поддерживали, я помню. Кстати, да, продолжайте. Просто руководство немножко, так сказать, чуть-чуть запросы изменились, так сказать, и мы, в общем-то, сохранив опять теплые воспоминания обо всем этом, немножко, так сказать, чуть отошли. Но не оставляете свою социальную вот эту деятельность, да? Нет. Ответственность, бизнес. А такие люди еще на производстве, на предприятии еще есть? Вот точно так же, как вы, посвятившие 40 лет своей жизни предприятию. Или вы единственный? Ну, из ветеранов, наверное, я, так сказать, на несколько месяцев наших некоторых ветеранов опережаю, но есть люди, которые имеют точно такой же стаж, точно такой же. Их около 10 человек. Они какие узлы возглавляют или не возглавляют? Кто-то возглавляет начальника цеха, кто-то является оператором участка, на линии работает, кто-то даже рабочим аппаратчиком работает. Поэтому здесь абсолютно категории разные. Собираетесь периодически? Обсуждаете, как же все изменилось? О, а помнишь? Вы сказали, корпоративе, конечно, корпоратив мы всегда проводим. Дело в том, что День пищевика, и Новый год особенно, я считаю, это те праздники, которые позволяют не только отметить, как это такой добрый, хороший праздник, но действительно поговорить и о том, что мы сделали, обменяться мнениями, просто взглянуть на себя не с точки зрения производства, когда хоть белый халат, а посмотреть, как вот хороший, так сказать, работник, хороший житель города Кирова, хороший своего сотрудника. Ну вот на самом деле взаимоотношения в коллективе добрые, потому что, опять же, возвращаясь к своим родителям, к маме особенно, вот когда она говорит, позвонить девчонкам, это значит позвонить своим бывшим коллегам по заводу, потому что вот все общение и дружба, оно между ней и ее коллегами, все, кто работал на маргаринном заводе. Они, кстати, готовятся к вашим вот этим вечеринкам корпоративов, ждут встречи. Да, мы приглашаем ветеранов, когда приглашаем, очень приятно видеть, несмотря на то, что возраст вкладывает свой отпечаток на лицах, но видно все равно те же самые глаза, те же самые воспоминания, те же самые улыбки и доброе отношение к предприятию, это, конечно, дорогого стоит, и поэтому каждый год обязательно ветеранов приглашаем, и рады всегда видеть их на наших таких встречах. А в октябре, кстати, когда вы празднули день рождения завода, как прошло празднование? Ну, мы празднуем, если круглодата, когда, соответственно, 35-40, мы проводим более торжественно, это все-таки, я считаю, раз в пять лет стоит людям праздник. Ежегодно мы празднуем более скромно в коллективе, приглашаем те, кто отметен был в течение года лучший по профессии, кого заносим на доску почета, кто получает грамоты от министерства или области, или города Кирова, мы их приглашаем в зал, делаем небольшой фуршет, поздравляем, торжественно это поздравить, так, чтобы у людей осталось в памяти, обязательно размещаем на сайте эту информацию. То есть делаем праздник, так сказать, уже для тех, кто особо отличился за истекший год. Владимир Васильевич, вот ваше предприятие из тех, что предпочитают взращивать специалистов внутри, а не переманивать с других производств, или этим тоже занимаетесь? Ну, в основном, конечно, да, приходится растить. Ну, когда возникает сложная ситуация, и мы видим, что просто человека не вырастет, и этот пробел для данного отдела возникает, мы, конечно, ведем переговоры о том, кто мог бы перейти, ищем первого специалиста. Не всегда, кстати, получается найти грамотного. И, в общем-то, были у нас такие случаи, когда, приглашая кого-то, мы ошибались. То есть больше возлагали надежд, больше тот человек давал, так сказать, информацию себе положительной, которая оказалась немножко несоответствующей. Были такие ошибки. Приглашали со стороны, из других регионов, или здесь у нас? В основном Кировских. В основном Кировских. Наши попытки, где-то одна попытка была с регионов других пригласить, закончилась тем, что человек оказался абсолютно тем, кем он за себя выдавал. Мошенникам. Можно даже так сказать. Ну, вы знаете, Кировская земля, она богатая. Надо просто здесь уже той службе, кто отвечает, в данном случае кадровой службе, или, может быть, те, кто уровень, скажем, замдиректора, может быть, и мне подключаться, надо просто грамотно посмотреть, грамотно оценить человека. Потому что порой на крупных предприятиях даже люди есть, но они не могут расти. Есть определенный потолок или их ограничения какие-то. Поэтому я всегда считаю, что не надо искать за 3-5 земель. Можно всегда найти здесь, в области, в городе. Ну, вот и сейчас хотелось бы, завершая тему кадровой политики, сказать. Вот сейчас вы в ком нуждаетесь? Может быть, кто-то слышит, и кто-то придет к вам? То есть какие вакансии сейчас открыты на заводе? Да вы знаете, я, наверное, скажу так, что особо-то вакансий нет. Мы замкнутая структура, да? Нет, просто самодостаточная. Просто поняв, так сказать, внутренние потребности работника и увидев, так сказать, потребности от него, я думаю, нашлась определенная гармония, когда человек, так сказать, не ищет нового места. Но во всяком случае... Чего я поняла, текучки нет. Большой нет. Ну, возникает ситуация, но в данном случае, как сегодня у нас на новом участке, как мы уже потом коснемся автомойки, там, конечно, новое совершенное подразделение, оно абсолютно там не преддался дух нашего работы коллектива, тем более это совсем другой принцип работы, подход работы. Там текучка определенно есть, потому что, ну, там еще команды нет, скажем так. У нас есть три минуты до окончания первого часа. Я хочу в эти три минуты уже, как бы, для затравки на следующего часа спросить вас, в связи с чем сменили бренд? То есть Кировский маргариновый завод пять лет назад превратился в производственный холдинг здраво. Ну, ситуация складывалась так, что, в общем-то, средства массовой информации во многом стали запускать информацию о том, не назову это мифом, потому что здесь нельзя сказать, что это миф, о том, что маргарин-то вреден. И, к сожалению, эта информация тиражировалась, она подхватывалась. Здесь понятно, что была определенная борьба между производителями сливочного масла и маргаринов. И это вот такая информация, она дала определенное непонимание. Негативную окраску, да. Негативную окраску продукта. И он стал более-менее востребован. Хотя на сегодня, выпуская вот новые продукты, которые мы выпускали до последнего времени, спреды так называемые, где так называемые трансизомеров просто нет физически, или они в очень небольшом количестве, они абсолютно безопасные. И вот эта вся информация привела к тому, что у людей стало складываться негативное впечатление, как у маргарине. И мы когда понимали о том, что предприятие должно развиваться, и вот этот негатив может потянуть за собой шлейф, скажем так, другим продуктам, у нас в то время уже было и подсолнечная масса, и горчица, и кетчуп, и майонеза, и так далее, мы приняли решение, что давайте мы изменим название, найдем то, которое бы максимально отвечало именно продукту здоровому, хорошему, вкусному. А чей термин здраво, это чье вообще изобретение? Мы провели конкурс, был конкурс проведен, я сейчас, к сожалению, не могу вспомнить фамилию. Конкурс среди своих сотрудников, что ли? Не только, по городу. Это был преподаватель пединститута в то время, значит, он предложил это слово здраво, которое именно несет в себе слово здравствуйте, здоровье, именно пожелание доброго дня. И вот мы когда проанализировали, нам оно очень понравилось, и мы его единогласно приняли решение, что пусть называется холдинг коротко, лаконично, но красиво, здраво. И обеспечили пожизненным запасом продукции автора этого тема. Ну и вот о том, как сейчас живет производственный холдинг здраво, что производят, можно о рецептуре, тут у нас были, я знаю, звонки, спрашивали про рецепт майонеза, сохранили ли вы тот рецепт, что был в Советском Союзе, какие сейчас виды продукции опускаются, кто ваши поставщики, рынки сбыта. Про масла, про кетчупы, про соусы. И новый, кстати говоря, цех автомойки тоже. Про социальную ответственность бизнеса поговорим. Все это после 12.